Мы семья Васильевых. Майя, Лена, Максим слева направо и в отражении вы можете видеть меня. Меня зовут Денис. В 2014 году я съездил в Китай, уже через полгода мы всей семьей переехали жить в эту страну. Для проживания выбрали город Шэньчжэнь. Это китайская кремниевая долина. Здесь производится большая часть всей электроники, выпускаемой Китаем. В предыдущих двух сериях мы рассказали о своих первых впечатлениях от страны и города, а также поведали о первом годе жизни в Шэньчжэнь. В этой серии про период жизни в районе самой высокой концентрации айфонов в мире. Про два года жизни у фабрики Факскон, где производятся эти самые айфоны. Мы направляемся в район Лонгхоа. Это промышленный район, где располагаются фабрики и офисы мировых производителей электроники. Именно в этом районе произошли инциденти на Факсконе, когда из-за невыносимых условий труда работники сбрасывались с крыши. По меркам человечества это было совсем недавно, но по меркам города Шэньчжэнь, которому всего 40 лет, это было в его далекой-далекой молодости. Станция Чинку. Два года назад это была конечная. Теперь ветку удлинили на юг и открыли еще 8 станций. Во времена, когда все СМИ мира ругали Факскон за ужасные условия труда, это была жопа мира. Очень далеко от центра Шэньчжэнь. Когда мы сюда приехали в 2015 году, это были окраины города с трущобами, с кривой брусчаткой, огромным количеством рекламы услуг для взрослых. Дело в том, что на производствах работает очень много молодых людей, у которых есть потребности. Есть спрос, есть и предложения. Фотографии девушек с телефонами были расклеены на каждом заборе, на каждой пешеходной тропинке, и даже в детскую коляску кидали визитки. Посмотрим на это место в 2021 году, и вспомним, как нам тут жилось. Тогда мы сюда приехали не на такси. Проезжали мимо на автобусе, и Елена сказала, здесь да никогда в жизни. А знаешь, почему я так сказала? Потому что это был единственный высотный дом, в округе, в шаговой доступности. Я на него посмотрела, и говорю, не-не-не-не-не-не. Первую квартиру мы искали недалеко от моего места работы, но за год ситуация резко изменилась. У меня отпала необходимость ездить по офисам, поэтому вторую квартиру начали искать возле места, где будут допучаться дети, и работать Лена. Но в момент, когда мы начали выбирать квартиры, мы не знали, где Лена будет работать, поэтому мы поездили по разным районам города, в том числе заезжали сюда, потому что вакансия здесь была. Да, вакансия-то здесь наметилась, но на тот момент я уже неделю, как работала в другом месте. И предполагалось, что дети тоже будут ходить в тот садик, где я уже работала, но мне там совершенно не нравилось, оно было больше то предприятие, похоже на какую-то тюрьму. И я так сильно туда не хотела, поэтому, когда увидела объявление о фоксконовском садике, думаю, ай, попробуй. И когда я туда съездила, я поняла, что это то место, куда бы я хотела, чтобы ходили дети. Новое, абсолютно чистенькое помещение, классные игрушки, всякие игровые комплексы, адекватный начальник, говорящий хорошо по-английски, причем она даже была не китаянка, а из Гонконга и вообще из Канады. Вот, и поэтому мы так с ней хорошо поговорили, друг друга поняли. Она сразу сказала, мы тебя берем, мы тебя берем, мы берем своим детей, даем скидку на пребывание в садике. Я такая, да-да-да-да-да-да-да, я сюда хочу. Есть идеальные места для проживания, есть хорошие, есть приемлемые, есть вот это. Да, Леносик? Единственное, где нам предложили шаговой доступности к квартиру, это вот этот вот дом. Сейчас покажем со стороны, увидите его во всей красе. Вот в эти дома не заселяют, потому что это китайская постройка, только для людей, имеющих чай, не сойди там, ничего свободного не было. А вот здесь вообще было, кстати говоря, поле. Здесь клубнику выращивали и какие-то фрукты. Больше всего нас смущала вот эта вот речка. Сейчас она прозрачная, кажется, прям пить можно, но нет, на самом деле, это сточная канала, вон там, можете видеть, как вода стекает из района. И когда поднимается вода во время дождей, она становится мутная, вонючая. Хорошо, мы жили на 33-м этаже, поэтому до нас запахи не доходили, но мы смотрели дома там дальше, в нескольких километрах отсюда, и там, помните, как воняло? Нам какой-то 16-й или какой-то этаж показывали, и там вонь шла от этой речки. Поэтому, когда мы все-таки приняли решение здесь жить, это единственный дом, который остался, нам ничего не оставалось делать, маленькая, в принципе, не очень дорогая по сравнению с той квартирой, да, но мы вот решили потерпеть, потерпеть ради хорошей работы и детей. И ради того, чтобы утром не вставать в 6 часов и не ехать по часу на работу, я более хочу сказать, нам очень повезло с этим домом, с квартирой, которую мы в итоге нашли. Сначала нам показывали просто какие-то тараканики. Представляю, я открываю холодильник, представляете, и там вот так вот тараканье со всех сторон лезет. Но была такая ситуация, что нам уже с той квартиры нужно было съезжать, сюда заселиться, а я еще ничего не нашла, я была в полной панике, уже была готова согласиться на тот тараканник. И тут мы познакомились с местными жителями в этом доме, причем мы пришли смотреть их квартиру. Агент нас привел, они нам по секрету говорят по-английски, мы съезжать не будем, мы хотим продлить, но если хотите, потом приходите, мы вам покажем, здесь есть квартиры, потому что, ну, они китайцы, они могут на сайт зайти по-китайски и посмотреть, какие есть варианты. И в итоге они нам помогли, но все равно через агента, конечно, но мне кажется, это была самая чистая квартира, в принципе, которую можно было найти в этом доме. Я был так благодарна этим людям. Мы потом дружили, вместе даже в парке ездили, гуляли. Ну, теперь давайте посмотрим на этот дом со стороны. Мы посчитали, там примерно проживает 5000 человек, 5000 человек в одном доме. На третьем этаже есть прогулочная зона и магазинчики, а на первом этаже, как всегда, супермаркеты, салоны, красоты, магазины, что там еще может быть? Но когда мы здесь жили, этого ничего не было. Первый этаж был абсолютно свободный, единственное, что там была мусоропереработка. Больше ничего. И Денис очень правильное слово сказал, на третьем этаже была прогулочная именно зона. То есть это нельзя было назвать детской приятной площадкой, где все было красиво и уютно. Нет, там было как-то стремно, какой-то кафельный пол, старая горка, очень неуютно. И мы туда ходили, только когда уже, ну, вообще, тоже был грубым, просто некуда было сходить. Ну, еще помню, когда я в садик ходил, мы с папой на третьем этаже играли в пинг-конг. Было дело. Пару раз. Шарик все время куда-то улетал. К бухарикам. Я не зря сказал к бухарикам. Обычно китайцы пьют в кафе, ресторанах, ну, или на крайнях дома. А там на третьем уровне прогулочная зона, где располагалась. Очень часто за столиками сидели, выпивали. Ну, в принципе, как и в России так же делают. Здесь обычно так не делают. Это дом исключение. На месте парковки, где стоит прям вот этот Мерседес, разделывали собак. Здесь был ресторан с собачьим мясом. Сейчас продавать собачатину и кошатину здесь запрещено. Поэтому такого больше не увидите в Сен-Джене. Зато можно увидеть вот такое. Там находится наш любимый ресторанчик халяльский, но, увы, не пройти. А тут ветер был всегда. Как в трубу выдувало. Но раньше здесь не было парковочной вот этой вот навеса. Просто так все бросали, и велосипедики мокли под дождем. Мы находимся на внутренней территории нашего жилого дома. Это, кстати, единственный жилой дом, не входящий в жилой массив. То есть это не гарден. Это отдельно стоящий жилой дом. С той стороны он еще выглядел так, более-менее нормально. А с этой стороны, ну, муравейник. Реально, му-ра-ве-йник. Хотя нет, этот дом можно назвать однодомным жилым комплексом. Он огорожен забором, собственная система охраны, двухэтажная парковка, переработка мусора. Все признаки гардена здесь присутствуют. О, это наш подъезд, в котором мы жили. И новогоднюю елку еще не убрали. Счастья нам желают. Ну что, на 33 этаж? Давай. Потом мы будем на дом. Вы помните, какие тут очереди иногда были? Можно было по полчаса стоять, ждать. Хорошо, 33 этаж верхний. Мы оттуда спокойно спускались, выточнее спускались. Я-то иногда неделями из дома не выходил. А люди на промежуточных этажах реально не могли листы дождаться, потому что он переполненный спускался и даже не останавливался. Денис доходил, загружался, ушел наверх. И они так и стояли на каком-нибудь четырнадцатом. Я помню этот лифт. Да, ты уже к тому времени подросла, поэтому помнишь. Так, это наш технический. 33 технический лифт. Ой, как был техническим, так и остался. Специальный технический лифт. Макс, а ты помнишь, что иногда поднимаясь на лифте из-за перепада давления у тебя из носа кровь стекла? Ага. У меня сейчас уши заложило. Я тоже. Еще он едет медленно. Ну, Майя, вспомнишь, куда идти? Ну? У меня что-то такое. Да, вот эта квартира. Вот здесь мы прожили два года. Стучаться не будем? Да нет, не будем. Когда мы сюда въехали, здесь ничего не было. А потом сделали какие-то офисы. Ну, а мы поднимаемся на крышу. Каждый раз, когда мы приезжаем в этот район, обязательно посещаем эту крышу. Для того, чтобы вспомнить, как это все было. Это не просто крыша. Это место, где люди сушат свое белье. Сушат овощи, фрукты, обувь, выгуливают собак здесь же. В общем, это еще одна прогулочная зона. Кроме третьего этажа есть вот крыша. 34 этаж. А тут как-то поприятнее, чем на той прогулочной зоне. Здесь солнышко светит, и ветер такой свеженький дует. А вот тут ездили на терраску тревелию? Да. Ездили, Майя. Еще мы здесь танки тестировали. Помнишь, Макс, с камерой? Много чего было на этой крыше. И даже первую камеру, 360-градусную, я тестировал вот на этой крыше. Есть видеоролик на канале GadgetLetnik.com Прямо под нами находится фабрика Foxconn. И где-то там вдали на горизонте садик, в котором Лена работала, а дети учились. Ну, не так уж сильно и вдали. Всего полкилометра. Там у нас были раскладушечки. И вообще, за все время, что мы живем в Китае, я превратилась в настоящую китаянку. Я в обед сплю. Я прихожу в обед домой. Ну, сейчас домой. Раньше это было на работе. И так хорошо. Дети в садике спали. Лена тоже домой не приходила. Пока мы здесь жили, я очень часто поднимался на эту крышу. При тестировании многих гаджетов вы могли видеть этот вид. Также, когда ко мне приезжали друзья-знакомые, я всегда им показывал это. Я говорил, смотрите, Foxconn здесь производят айфоны. Ну, и другую технику Apple. Например, Nokia. Не, ну да, здесь Nokia тоже производится. И многие-многие другие бренды. Большая фабрика по производству мобильных гаджетов. И аксессуаров. Ну, а в эту сторону открывается вот такой вот вид. Красота! Я очень любил гулять вот между этими домиками. Там много интересных магазинов. Людей, мест, лавочки стоят просто на улице. Можно сесть, посидеть, мороженое поесть, пивасик попить, с друзьями поболтать. Когда мы искали квартиру, вот этот жилой комплекс не был еще запущен. Он достаточно далеко, но он новенький. Мы думали, если здесь задержимся, то потом переедем в него. А квартиры нам показывали где-то вот там, на горизонте. Тоже протекает речка, воняет, но это очень далеко. Кажется, недалеко. Всего-то 2 километра, но каждый день туда-обратно пешком 2 километра. На тачке тогда у нас денег не было совсем. Ой, на третий этаж? Пойдем. Мы с Леной не можем вспомнить, прогулочная зона на третьем или на четвертом этаже. Вот я думаю, на третьем. Лена сомневается. Макс, ты что думаешь? Думаю, на четвертом. Вот хороший пример. Если у кого-то переезд, то отсюда не уехать. Даже с 33 этажа. Но сейчас они тронутся, и можно будет нажать кнопочку второй лифт приедет. Прощальный взгляд на наш длинный-длинный коридор. Я думаю, мы сюда больше заглядывать не будем, потому что, ну, все, поностальгировали. И так уже несколько раз за последние годы приезжали для того, чтобы посмотреть на это место. И заснять для вас в хорошем разрешении. Наконец-то можем показать мир в 4 кей. Все-таки четвертый этаж. Второй, третий даже нажать нельзя. Ну ладно, Макс, ты был прав. Молодец. У тебя память лучше, чем у нас. Майя, ты слишком мусором держишь. А вот и наша зона, про которую мы уже достаточно много рассказали. Пришло время с ней познакомиться. да, был. Досуговый центр. Здесь в Мадзян играют. Вот столы стоят. Иностранцы! Так удивленно! Видишь, видимо, в этом доме не осталось иностранцев, что они так реагируют. Когда мы здесь жили, на нас так не реагировали. Поставили автоматы с водой. Раньше их не было. Мы... Ну, в смысле, два года назад они были, но когда мы здесь жили, не было. Бабушки с дедушками так и собираются, играют. Ну, в принципе, ничего кроме автоматов не изменилось. Также спят, когда устанут. Хотя, как это ничего не изменилось? Такая реакция детей бурная. Ох! И еще здесь были любимые детские аттракционы. Вот они, родимые. По одному юаню. Очень часто мы сюда спускались для того, чтобы купить воды или какую-то там еду, если лень было выходить. И вот здесь вот они скакали. Меня всегда удивляла чистота. Что с этой стороны забора? Что с той? Идеально чисто. Несколько раз в день проходят дворники и все это подметают. Ну и понятно, с хлорочкой тоже иногда моют. А это что за здание? Его, видимо, покрасили. Не было такого красивого. Мне тогда казалось, что они как-то получше выглядят. Сейчас они совсем уже зачуханные. Только уже времени сколько прошло. Или давно не моют. Непонятно, поскольку. Но я думаю, так же по одному юаню. Потому что двух юаневых здесь монет нет. Дырка одна. Просто время сократили. Туалет работает на четвертом этаже. А вот магазин, видимо, закрылся. Никаких объявлений, ничего нет. Вот здесь вот с Максом мы иногда в пинг-понг играли. У нас были свои ракетки, шарики. Ну, а стол вот стоит в общем доступе. Как горки. Так себе, да? Вообще никак. Ну, всяко. Это промышленная зона, поэтому ничего красивого здесь нет. Предприятия, общаги и дешевая застройка. Хотя я вас обманул. Кое-что красивое здесь есть. Дорогие автомобили, припаркованные возле дома. Они жалеют деньги на парковку, поэтому вот так вот перед домом ставят. Чем дольше здесь не живем, тем меньше хотелось бы повторить вот тот период жизни. Вот проживание в этом районе, ну, не вспоминается так. Как же было классно, например, как первая наша квартира, которая, может, потому что она первая? Я бы не хотела сюда вернуться. Даже если было бы суперпредложение по работе. А если бы детям бесплатно школу элитную предложили? Ну, тогда бы подумала. Там, что садик? Да, Макс, со временем понимаешь, что садик – это лучший период жизни. Под всем этим домом находится двухэтажная парковка. Понятно, что стоянка здесь платная. Именно поэтому многие предпочитают ставить свои автомобили не на эту парковку, а перед домом. Машины самые разные. Вольсвагены, Ауди, Лексусы, опять Вольсваген, да сколько же их. Опять Вольсваген, Форды. Китайский бренд мы вряд ли здесь увидим, да? О, Би Айди. Вот, пожалуйста, китайский бренд. Ну, чего-то такого суперкрутого здесь точно нет. Марсик его, но Марс и Марс. Вот, есть Нио. Вот дорогой автомобиль Нио. Электрокар, прям лакшери китайский бренд. Джип, например. Чисто китайский бренд. Да, Майя, она тут стоит, наверное, со времен строительства этого дома. Читаешь надписи? Лонг Хуа Апартмент называется этот дом. Это не наш подъезд. Мы вышли не там, где нужно. Прямо возле мусоросортировки. Интересно, тот выход, наверное, перекрыли сейчас во время коронавируса. А там в любом пути по карточке можно было. Когда-то у нас здесь стоял велосипед, но его увезли, потому что ставить его нам нельзя было. Пробки прямо на территории дома. в обе стороны. Когда мы здесь жили, этой поликлиники не было. Ну и уж тем более не брали тест на коронавирус. Этого ничего не было. Вообще ничего. Грязные стекла, через которые можно было рассмотреть пустые помещения с мусором. Мусоросортировщики сюда складывали бумагу, бутылки. Ну а теперь вот жизнь кипит. И даже какой-то секонд-хенд, что ли, судя по... Или сток, судя по количеству одежды. Нет вообще VIP. Магазины одежды, аптеки, все теперь есть. И вот второй выход из дома. Выход по карточкам. Вход и выход по карточкам. У нас сейчас карточки понятно нет. Проникли незаконно. Покидаем этот наш любимый, ну в кавычках, конечно же, дом и направляемся к садику факскон. А вот садик реально любимый. Был у детей и у Лены. У меня вообще такое ощущение, что это какое-то другое место. Все так изменилось. К этому забору было не подойти. Здесь был бурелом, какие-то деревья, ветки. Тропинка шла вот здесь, узенькая такая. Вдоль нее огромные деревья с корнищами. Да. Да, вот каждое утро здесь и катила колясочку. Тыг-дыг-дыг-дыг. Сейчас было бы одно удовольствие. Тогда, конечно... Все ближе и ближе к любимому садику. Там пропускной пункт на факскон, садик направо. Но нас туда не пускают. Поэтому, если вам интересно, как там все внутри, смотрите наши видео. Ссылка есть в описании. Майя, ну давай, показывай, рассказывай, что тут в твоей группе интересного. Нет, свечи, дочек. У меня Майя. Майя, что за мальчик? Ну, я его знаю, не знаю. Зато Майю все знают. А по-русски? А спинок. Вот, даже Майя знает. Майя знает. Садись, пап. Я давай тебя покатаю. Вот на этом? Да. Я боюсь, если я сяду, колеса отвалятся. Они отвалятся. Это транспорт будущего, да, Максимка? Майя любит вот сюда вот падать. Прям вниз головой? Да. Два года назад, когда Лена искала садики, она перебрала их очень много. И в итоге мы остановились на этом. Она говорит, что это лучший садик, в котором она была в Шэньчжэне. Прошлое Шэньчжэня в процессе. Настоящее. Всего лишь 20 лет назад Шэньчжэнь был вот таким. А теперь вот такой. Что-то новенькое. Раньше тут такого не было. И тут руины. Все сносят. Никаких трущоб скоро не останется в Шэньчжэне. 36. Вот они. Вот они, родные улочки. Мы жили вот в этом вот доме. А гулять я выходил вот сюда. Это трущобы, да. Но это приличные трущобы. Посмотрите, мусорки. Тогда, да, здесь немножко по-другому было. Но всегда было прилично. То есть здесь никогда не бегали вот такого вот размера дохлые крысы. Здесь всегда бегали дети. Работали парикмахерские. Игровые клубы. Здесь есть все, что нужно для жизни. Куча-куча еды. Конечно же, куда же без этого. И вот Лена с детьми уходили. Лена на работу. Дети в садик. А я шел сюда. Зачем бухать? Бухать я сюда ходил. Ох, какая красота-то с этой стороны забора. А с той стороны просто кирпич. А вот наш домик. На самом деле ненавистный мне дом. А когда я его вижу, я сразу впадаю в депрессию. Если вы на ДНС ТВ поищите видеоролик про эту квартиру, то вы его не найдете. Потому что его просто нет. Я не любил эту квартиру вот с первых секунд. Не знаю почему. Как раз в тот период, 16-17 год, мои доходы резко-резко скатились. Просто в ноль. Общий вот такой какой-то негатив. Не знаю. Забухал. Да. Пробухал 2 года. Да, я снимал видеоролики. Я делал обзоры на гаджеты. Но при этом бухал вообще безбожно. Нихао. Интересно, он меня еще помнит? Или уже нет? А вот мой любимый магазинчик. И вот здесь раньше стояла лавочка. Я шел в этот магазин, покупал пиво, садился на эту лавочку и отдыхал. Как отдыхал? Планировал будущие видеоролики. Потом появлялась новая идея. Шел, что-то снимал. Но к тому моменту самый интересный ролик на канале Денвест ТВ уже был выпущен про северную деревню. И после этого ролика зрители прям давай северную деревню, давай северную деревню. Как будто ничего, кроме северной деревни, не существует. Начали меня постоянно пилить. Это тоже угнетало. Я начал понимать, что, блин, а что, я уже лучше ничего не сниму? А вот, кстати, моя любимая халялька. О, и игровой клуб до сих пор существует. Я помню, один раз на китайский Новый год на празднике мне нужно было сходить, что-нибудь купить, поесть. Все было закрыто. Абсолютно все было закрыто. Только вот этот игровой клуб был открыт. И вот этот магазин для взрослых тоже был. Я помню, с Серегой, который с дредами, мы сюда заглядывали. Да, ближе, извините, подойти не могу. Забанят видеоролик за пропаганду товаров. Вот так вот просто, спокойно, ну вот, дети имеют доступ к такому магазинчику. Этот домик так и не достроили. Вот как 4 года назад или сколько там было обнесено забором вот это вот место, так и осталось. Ну, забор только сменили. Ну, еще один игровой клуб. Их тут штук 5, наверное, если не больше. Ну, иностранцам очень сложно поиграть в Китае. Там процедура регистрации просто офигеть. Ну, раз пошла такая пьянка и парикмахерский, и товар для взрослых, то некоторые парикмахерские это на самом деле прикрытие для интим-салонов. И... Нет, не конкретно вот это. Я не помню. Опять же, на китайский Новый год мне нужно было срочно постричься. Не помню, для чего прям такая срочность нужна была. и такое ощущение, что меня обслуживала именно вот такая вот. Она так нервно мне голову всю издергала. Такое ощущение, что думала, нафиг ты сюда приперся. Тут не стригут, тут другим занимаются. И обратите внимание, парикмахеры здесь в основном мужчины. А вот здесь, по-моему, была груда камней. Почистили, стоянку сделали. Даже не надеюсь на понимание. Очень надеюсь, наоборот, что вы меня не поймете, потому что у вас такой ситуации не складывалось, вы не бухали так по-черному, как я. Но еще бы хотел обратить внимание, кроме того, что я вот реально запил на два года, у меня бронхиальная астма, у меня проблемы с сердцем, плюс алкоголь. Я думал, сдохну. Но, к счастью, спасли еще один игровой клуб. Зрители часто спрашивают, травился ли я в Китае. Да, травился несколько раз всего лишь за 7 лет, всего лишь несколько раз. И вот один из тех случаев произошел как раз вот на этом вот месте. Если бы не запивал водкой, думаю, сдох бы. Не, это не значит, что это заведение плохое. Просто еще, когда мы ели, мы поняли, что что-то не то. Прямо возле нашего дома вот такое вот заведение. Я не помню, правое, левое, какое из них. Мы сидели вот здесь вот за столиком. И очень-очень конкретного щитрова. Сколько же я километров намотал по этому району в поисках вдохновения и идей для новых видеороликов. В период с 2015 по 2017 годы были сняты самые популярные видео и сериалы. Это «Северная деревня», «Китай кухни мира», «Поездка на Филиппины» и во Вьетнам. Много удачных серий наши в Китае. Как ни странно, это был самый продуктивный и удачный период моей YouTube-деятельности. Но к 2017 году из-за падения доходов, из-за постоянного негатива зрителей, из-за разрыва сотрудничества с интернет-магазинами и все большего количества неудачных роликов я потерял интерес к творчеству, да и к жизни в целом. Просыпаться утром не хотелось вообще. У меня произошло полное выгорание. Если пьяным я еще мог что-то сделать, то на трезвую голову не было ни желания, ни идей, ну, как я уже сказал, вставать с койки, просыпаться не хотелось. Весной 2017 года во время очередной съемки ночных прогулок я выбрал не ту лавочку для ночевки, обычно хорошо выбирал с видеокамерами, а тут, видимо, совсем был уже не в адеквате. И у меня украли паспорт и камеру. Это была точка невозврата. Прямая дорога назад в Россию. Семей Продолжение следует...